И всегда власть и до революции и сегодня подавляла этот внутренний протекционизм. Этот конфликт решила только советская власть. Союз Грудинина и КПРФ это не мертворожденная химера. Это Максим Шевченко. Здравствуйте. Мне хотелось бы поговорить о том, что союз Павла Грудинина, бизнесмена и успешного предпринимателя с левыми партиями является не новым для России и является не чем-то таким, что вот сегодня только появилось и мы прямо не знаем, что с этим делать. Я могу сказать, что в русской истории, в эпоху политического кризиса, который переживала Российская империя, подобное явление уже было. Я имею в виду, конечно, революцию пятого года, когда революционные партии из Сал-демократы и СССР еще не оформились, когда они были только партиями, которые начинали свою революционную борьбу, а предыдущее поколение народников и народовольцев уже было разгромлено и фактически не существовало как организованная сила. Но ощущение у народа было такое, что его унижают, эксплуатируют и угнетают. И национальная буржуазия в пятом году именно и явилась той силой, которая бросила вызов ненавистному царскому режиму, который грабил и унижал Российскую империю и ее многонациональное население. Это не фантазии, вы можете прочитать в интернете, что декабрьские бои в Москве 1905 года финансировались хозяевами трехгорной мануфактуры. Это явление объясняется достаточно просто, хотя на него обратили внимание не так давно, и историки исследуя вопрос. Дело в том, что для России всегда характерен конфликт и конкуренция двух типов капитала. Первый тип капитала связан с государством. И в Российской империи, и в современной России это была одна и та же схема. Вокруг власти, которая объявляет себя партнером Запада, возникает система больших банков, которые с помощью своих агентов, своих каких-то партнеров в этой самой власти, в бюрократии прежде всего, до революции это были великие князья и царская семья, берет большие заимствования Запада, финансовые заимствования. Тогда это была Англия и Франция, главные кредиторы Российской империи. Сегодня это Соединенные Штаты Америки, тоже западные банки, всемирные разные валютные организации, которые потом продают эти деньги по повышенной цене, держа монополию с помощью государства внутреннему бизнесу, которые заставляют брать кредиты на развитие по невыгодным для него процентам. И потом заработанные деньги туда же выводят на Запад. То есть это заимствование и вывод денег, это не современная только олигархия устроила такую систему. Это вообще была схема жизни большой так называемой Российской империи, которая на самом деле была ничем иным, как просто инструментом по контролю со стороны западных капиталистических кругов за этой огромной территорией Евразии. И национальная буржуазия, которая пыталась создать в конце 19-го, начале 20-го века свои финансовые системы, свои банковские структуры, которые позволяли бы создавать капитал внутри страны, который бы инвестировался в развитие национального буржуазии, национального бизнеса, национального предпринимательства и создавал бы внутренний рынок для того, чтобы то, что производит сама российская промышленность, агрохолдинги и так далее, инвестировалось бы в страну и продавалось бы в самой стране. И всегда власть и до революции и сегодня подавляла этот внутренний протекционизм. И капитал всегда внутренне имел конфликт с этой большой имперской властью, в интересах которой, еще раз, брать деньги из-за границы, потом под большие проценты грабительские эти деньги предлагать внутреннему пространству экономическому, используя политический механизм, заставляя людей брать деньги под невыгодные проценты, потом забирать у них, выметать эти деньги, буквально высасывать и выводить их опять туда за границу. Тогда до революции, вы знаете, хвастались удалью и таком роскошеством российских князей, членов великокняжеских фамилий на Лазурном берегу, в Америке этот образ богатого русского аристократа, шикарного, сорящего деньгами, он как бы вошел даже в мировую культуру. И сегодня то же самое. Поэтому естественно, что Грудинин, как представитель национальной буржуазии, национального капитала, испытывает огромное давление со стороны государства. Он сам об этом постоянно рассказывает. И рейдерский захват, это было все и до революции. И как бы невозможность брать капитал для нормального развития своего бизнеса. И разные припоны на пути доставки продукции, которые производятся в данном случае совхозом именно Лейна на рынке Москвы или Московской области. Припоны. Это вопрос не коррупции, это вопрос системы. Естественно, поэтому союз национальной буржуазии с левыми партиями, которые единственные формулируют вопросы демократии, развития, прогресса и социального обеспечения всех благами и будущим. Поэтому союз Грудинина и КПРФ это не мертворожденная химера. Это нормальная, традиционная для русского общества форма сопротивления грабительским инстинктом государства и сотрудничающий с государством олигархии и бюрократии. Так было в 1905 году, так сегодня мы имеем по факту в 2017 году. Поэтому надо понимать союз Грудинина с КПРФ с точки зрения исторических задач, интересов, стоящих перед Россией. Этот конфликт решила только советская власть, которая направила весь капитал на развитие страны, на развитие народа, на развитие индустрии, на развитие общества, подчинив частные интересы общим. Поэтому я думаю, что борьба нам предстоит серьезная, борьба нам предстоит на исконных путях развития русского общества и русской цивилизации. И я думаю, что на этой непростом пути, этой борьбы с грабительским капиталом, который присосался к государству и использует его в своих интересах, нам предстоят и лишения, но и уверен, как и наших предшественников ждала победа, так же победу будет ждать и нас. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Максим Шевченко